Александр Зубченко. Да, уходят реформаторы. В Голландии задержали обкуренного гражданина Латвии или Литвы, но точно не Эстонии, который приставал к местным полицейским с требованием отдать ему честь. В ходе идентификации личности гражданин представился министром экономического развития и торговли Украины, глупо хихикал и даже сделал попытку укусить представителя правоохранительной системы Нидерландов за нос. «Это вам за референдум, подонки!» — кричал он, размахивая как бы дипломатическим паспортом. Так голландские полицейские познакомились с Айварасом Абрамавичусом, легендарным реформатором Украины. К сожалению, о грандиозных делах и свершениях Анчоуса, так его ласково прозвали в министерстве, сегодня мало кто помнит. Точнее, вообще никто не помнит. Я и сам традиционно листая криминальные сводки Амстердама, чисто чтобы поржать, не сразу понял, о ком идет, о ком именно идет речка. Кой Абрамавичус? Однофамилец Абрамовича со шпротным уклоном? А потом понял, да это тот самый чел, которого один из лысых лидеров фракции Блока Петра Порошенко прижал в туалетик Кабмина и вынудил уйти в отставку. Как быстро время стирает из памяти следы великих реформаторов. Помню, как все радовались, когда Абрамавичус согласился принять украинское гражданство, предусмотрительно оставив литовское или латвийское. Когда же в фейсбуке появилась фотосессия его ближайшей помощницы Яники Мерилова в стиле поздней Анжелины Джоли, только с более мелкой жопой, то все поняли, сейчас начнутся великие изменения. Анчоус многое успел сделать, уволил Сашу Боровика с его первой работы в Украине, ввел моду на розовые галстуки и успешно получил в табло от вышеупомянутого лысого лидера БПП. Какие романтические времена были! Абрамавичус выгодно выделялся на общем фоне грузинских реформаторов, потому что он не был грузином. И вот теперь экс-министр оставляет свой след в Голландии. И ни одна сволочь даже не позвонит, смс-ку не напишет, дескать, как ты там, тяжеловатенько или ничего. Эка сгладзе, мать-прародительница новой полиции, тоже попала в сводку иностранных новостей не в Голландии, а во Франции. Не получилось у нее с личной жизнью. Рафаэль оказался под лицом, подцепил какую-то журналистку с их телевидения, ушел паскуда из семьи, а Эка в Украине надрывается, реформирует день и ночь копейку, копеечки складывает, чтобы, значит, семейный бюджет пополнить, чем она на два получилась. Крупными купюрами. И вот на крыльях любви летит она в Париж к Глюксману. Значит, Рафаэль Глюксман. А там сплошная трагедия из цикла Парха, простите, богатые тоже плачут. Тем не менее, наша Эка продолжает работать на должности великого советника новой полиции. Правда, дистанционно. Дел много. Знаете, как быт заедает? Помню, развалил кошак туалет. Повадился гад царапать плитку, типа за собой он убирает. И доцарапался до того, что она, плитка, обвалилась. Мороки было. Тут то же самое. Бракоразводный процесс. Тесть Куркуль. Хоть и антикоммунистический писатель. Рафаэль публично изменяет. Как спрашивается новую полицию в Бердичеве открывать, если такие дела творятся. Помните Джабу Ябануидзе? Когда он пришел в Министерство юстиции, то к нему даже по фамилии обращаться боялись, потому что великий специалист в деле юридического обеспечения необратимого процесса реформ. И где он сейчас? Сидит в палатке на недостроенной трассе Одесса-Рени. Сторожит стул Саакашвили. Говорят, бухает, поскольку не сумел полностью реализовать свой потенциал. Иногда к нему приезжает Александр Квиташвили. Первый, как выяснилось, последний постреволюционный министр здравоохранения. Уже полгода прошло после того, как он покинул уютный Минздравовский особняк в Мариинском парке, а замену ему так и не нашли. Какой-то штемп исполняет его обязанности, потому что Квиташвили был глыбой. Так делить количество койко-мест в больницах на стоимость памперсов в порту Роттердама больше никто не может. В отличие от Ебануидзе, Квиташвили устроился на работу в каком-то немецком фонде, то ли Эберта, то ли Маркса. Старший аналитик или полотер. Но по-прежнему подает большие надежды, ждет очередной революции, чтобы применить свой открывшийся талант гинеколога. Но про Сашу Боровика все знают. Уехал на ПМЖ к мужу в Германию. Не заладилась у него работа в великой команде одесских реформаторов. То с Гайдай подсапывается на Гайдарске, то из зала заседания на руках вынесут с цветами. Трудно работать в городе насквозь пропитанном гомофобией. Нотарья Иреська, выдающийся министр финансов в истории Украины, пока работает за звалой во Львове, ходит в свободные вышибанки, приглашает гостей и жителей города высокой национальной культуры на различные увеселительные мероприятия. Джаз-фест, фестиваль уличной еды, вареничные улиды. Иногда ее видят в правительстве, где никто не может понять условий, на которых пани Наталья реструктуризировала внешний долг Украины. Главное, никто не знает, с кем она его долг реструктуризировала, поскольку постоянно приходят странные платежки из экзотических мест, к примеру, из Уагадугу. В бизнесе у нее все тоже непросто. Розетка проигрывает агрессивные стратегии цитруса, магазины которого заполнены дешевыми смартфонами несосуществующих китайских фирм. Мне кажется, настало время выковечить память реформаторов в первой постмайданной войны. Вместо памятника Щерсу поставить бюст Ярейска с бусиками. Московский мост назвать не в честь какого-то Фукса, а переименовать в Ебанаидзовский. Благо, ситуация на дороге там подходящая. Вклад этих людей в дело построения сильной, проевропейской, процветающей Украины поистине бесценен.